Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение второй книги Парли Паминон. И сегодня мы будем читать восьмую главу, в которой говорится о строительных работах царя Соломона, о том, как Соломон устанавливает порядок богослужения в храме и об экспедиции в Афир. И первый стих этой главы по окончании 20 лет, в которой Соломон строил дом Господен и свой дом. То есть получается, что дом Господен он строил 7 лет, а свой дом он строил 13 лет. То есть по сравнению с построением храма, построение дворца для себя Соломон превратил в некий такой долгострой. Потому что храм, прежде всего, храм строился с энтузиазмом, всем народом Божьим, теми чистыми людьми, которые были способны участвовать в этом строительстве. А свой дом, это уже другая немножко история. Соломон действительно проявил мудрость, сначала построив храм, а потом занявшись построением своего дома. Кстати, в отличие от своего отца Давида, который сначала построил дворец, потом мечтал построить храм, но Господь ему уже не разрешил. Соломон обстроил и города, которые дал Соломону храм и поселил в них сынов Израилевых. Вот храм проявляет заботу и о Давиде, и о Соломоне. Кстати, Давид просил храма не оставлять заботами Соломона. И пошел Соломон на Эмаф Сува и взял его, и построил он Фадмор в пустыне и все города для запасов, какие основал в Эмафе. Он обстроил Вейфарон верхний и Вейфарон нижний, города укрепленные со стенами, воротами и запорами. Построить город означало построить крепость, потому что каждый город выполнял функцию крепости. И город без укрепленных стен, без ворот с запорами считался не городом. И Ваалаф, и все города для запасов, то есть где хранилась пшеница, такие города-элеваторы, которые были у Соломона, и все города для колесниц, такие автопарки древности, и города для конных, и все, что хотел Соломон построить в Иерусалиме, и на Ливане, и во всей земле владения своего. То есть построив храм, он смог построить и все остальное. Как сказано, ищите прежде всего Царствие Божие и Слава Его, а все остальное приложится. Весь народ, оставшийся от Хитеев, и Амореев, и Ферезеев, и Ивеев, и Ифусеев, кстати, Бог повелел их прогнать, а вот они были, которые были не из сынов Израилевых, детей их, оставшиеся после них на земле, которых не истребили сыны Израилевы, сделал Соломон оброченными до сего дня. То есть, когда писалась книга Парли Пименон, эти люди еще были. Кстати, они как раз и совращали Израиль в идолопоклонство. Поэтому Бог и говорил, прогоните семь народов, построите храм, поставьте царя над собой, разрушите идолов. Евреи исполнили только то, что царя поставили, но сначала не того царя, а Саула поставили. Но храм все-таки построили. Сынов же Израилевых не делал Соломон работниками по делам своим, но они были воинами и начальниками телохранителей его, и вождями колесниц его, и всадников его, и было главных приставников у царя Соломона, управляющих народом, 250. А вот далее он совершает ошибку. «А дочь Фараонову перевел Соломон из города Давидова, то есть из Иерусалима, в дом, который построил для нее, потому что, говорил он, не должна жить женщина у меня в доме Давида, царя Израилева, ибо свят он, то есть Иерусалим, так как вошел в него ковчег Господин». Неправильно он поступил, взяв в жены язычницу, но правильное решение принял, отселив ее от святого города. Далее рассказывается с 12 по 16 стих, как Соломон устанавливает порядок богослужения. «Тогда стал возносить Соломон всесожжение Господу на жертвенники Господня, который он устроил пред притвором. Чтобы по уставу каждого дня приносить всесожжение, по заповеди Моисеевы, в субботы и в новомесячие, и в праздники, три раза в год, то есть три раза в год на большие праздники собиралось все мужское население, в праздник опресноков, и в праздник седмиц, и в праздник кучи. Праздник опресноков — это Пасха. И установил он по распоряжению Давида отца своего череда священников — это 24 череды — по службе их, и левитов по стражам их, 24, чтобы они слабословили и служили при священниках по уставу каждого дня. То есть священники имели свои череды, и левиты, которые помогали священникам, имели свои череды. И привратников под чредом их, каждым воротом, потому что таково было завещание Давида, человека Божия, и не отступали от повелений царя о священниках и левитах ни в чем, ни в отношении сокровища, а как связано ни в отношении сокровища. То есть они получали вовремя свою зарплату. Так устроено было все дело Соломонова от дня основания Дома Господня до совершенного окончания его, Дома Господня. А совершенное окончание — это когда отлажен порядок богослужения. И действительно, храмы строились не для того, чтобы там какие-то музеи были бы или что-то еще. Храм должен функционировать как дом, в котором прославляется имя Господня. Далее, экспедиция в Афир. Тогда пошел Соломон в Эцион Гавер и в Элав, которые на берегу моря, в земле Эдумейской, и прислал ему храм слуг своих, корабли и рабов, знающих море, и отправились они со слугами Соломоновыми в Афир. Афир был известен своим золотом, которое было очень чистой пробы. «И добыли оттуда 450 талантов золота и привезли царю Соломону». Итак, мы видим здесь как бы очередность события, но все начинается с построения храма. Потом построил дом, потом обустроил города, потом назначил священников, потом экспедиция в Афир, появляется золото. И в следующий раз мы будем читать уже девятую главу о второй книге Парль-Поминон. Но это если мы живы, Господь позволит. Парль-Поминон